Приднестровский госуниверситет начинает приемную кампанию. Там открыли новые специальности. Геодезия, психология управления и 16 новых направлений для медиков. Эти специалисты нужны стране, так же как миллиораторы и мехатроники, которых начал готовить аграрно-технический колледж. Вопрос в том, хотят ли выпускники стать геодезистами и миллиораторами. А тут еще одна проблема. В полях и на предприятиях нужны специалисты в тех областях, которые еще недавно считались фантастикой. Ну где, например, взять опытного оператора дрона для опрыскивания полей? Профессии будущего, потребности настоящего, возможности системы образования и желания выпускников. В сюжете Ирина Руснак. Цель – это разработка информационной системы, которая упростит и оптимизирует процесс обучения. Это аудитория Инженерно-технического института. Свои дипломные проекты представляют студенты специальности «Программная инженерия» – те самые айтишники. Лена без пяти минут дипломированный программист. О том, что пойдет в айти, решила еще в девятом классе. Спустя четыре года учебы убедилась – сделала правильный выбор. В будущем это хороший заработок и это интересная профессия, в которой ты не стоишь на месте, а с каждым годом или днем даже ты все развиваешься и развиваешься. Тем самым даже в 40 лет ты будешь очень молодым, очень современным и понимать все. Наш канал запустил в соцсетях опрос, на кого отдать учиться ребенка. В рейтинге ответов айти-направление заняло первое место. Это тот редкий случай, когда желание родителей, выпускников, работодателей и государства совпадает. Айтишники, как воздух, нужны министерствам, предприятиям и компаниям. В прошлом году на 10 бюджетных мест в ПГУ пришли 22 медалиста, не считая других претендентов. В этом году в университете откроют дополнительно еще 25 бюджетных мест. Это по заказу, как раз государственный заказ, Министерство цифрового развития для подготовки специалистов в сфере айти-отрасли. И вот у нас будет несколько наших подразделений задействовано. Это и физмат, это инженерно-технический институт, бендерский филиал и рыбницкий филиал, на базе которых мы и будем готовить этих специалистов. В ТОПе у абитуриентов также инженеры. Илья в этом году заканчивает обучение. Его профиль – нефтегазообеспечение. Специалист по такому профилю нужен практически на любом предприятии, потому что практически везде используется газ в том или ином виде. ИТФ – тот институт, где вопросов с трудоустройством, как правило, не возникает. Заявок от предприятия обычно больше, чем выпускников. Очень много нам звонят с бендер, с различных предприятий, просят и с механико-технологического направления специалистов, и с айти-технологий. Востребованные наши специалисты на электромаши, на ХБК, на наших банках. То есть ребята везде находят работу. И чаще всего в период прохождения практики они себя рекомендуют так, что заранее имеют в себе рабочее место. Большой спрос на молодых специалистов и в сельском хозяйстве. Отрасль цифровизируется на глазах. Комбайны сейчас с компьютерами и GPS-навигацией. За состоянием посевов следят спутники. А как вам борьба с вредителями и сорняками с помощью беспилотников? Агродроны уже летают над нашими полями. Появилась еще одна новая профессия. Пилот агродрона, оператор беспилотника – дроновод. У специальности еще нет устоявшегося названия, а потребность в умельцах есть. У нас есть выпускник колледжа, программист, который именно взят на работу, на эту специальность. Вот он изучает, и мы планируем закупку. То есть да, мы идем по этому пути. Мы пока потренируемся. Вообще это очень перспективно. О вопросе ТСВ дроновод занял последнее место в списке желанных профессий. Агросектор, которому нужны все больше специалистов и где неплохие зарплаты, не интересен выпускникам. Тут все по-прежнему. Есть у нас, скажем так, два таких более-менее проблемных направления. Это педагогика и агрария. Почему? Потому что потребность в этих кадрах есть. Она есть большая и у Министерства просвещения, и у Министерства сельского хозяйства. Но, к сожалению, не очень много, не очень большое количество детей желают обучаться на этих специальностях. Но, тем не менее, в последние годы все-таки ситуация у нас немножко поправляется. Но дефицит вот в этих двух перечисленных областях, дефицит кадров большой. В агрофирмах сейчас ждут первый выпуск мехатроников. Это электронщик и механик в одном лице. Их начал готовить аграрный колледж. Выпускникам агрофирмы готовы предложить неплохой заработок. Нам бы тоже очень хотелось бы, чтобы специалисты и ребята, которые закончили, попали бы в том числе и в наше хозяйство. С этого года в аграрно-техническом колледже будут готовить и миллиораторов. Они тоже очень нужны. Саше 26. Машинистом дождевальных машин молодой человек работает третий год. Сейчас он следит за работой фрегата. Быстро научились? Ну так, нормально, быстро так. Сейчас нравится работа? Нравится работа, нравится. Все как обычно. Утром на работу, смена домой. Сейчас на полях терраспольского комбината хлебопродуктов работает 63 дождевальных установки. Еще недавно было в два раза меньше. Засуха 2020-го заставила многих аграриев покупать новую технику и увеличивать поливные площади. В миллиорацию вкладывает деньги и государство. Чтобы все работало, нужны специалисты. В сезон, если ребята работают полный месяц, ну зарплата неплохая, достойная. В период, когда идет подготовка машины, в зимний период, ну там получают мрот. В сезон, ребята стараются в сезон не пропускать, выходить на работу, потому что это их не заработать. Сколько можно заработать в сезон миллиарда? До 10 тысяч ребята, так он говорит, поднимают. Среди традиционно востребованных на рынке труда медики. И в последние годы интерес к профессии растет. Поступающих на лечебное дело больше. В опросе ТСВ медики заняли второе место после айтишников. Возможно, сыграла пандемия. С этого года для выпускников медфаков ПГУ открывают 16 новых направлений в ординатуре. Будут обучать узких специалистов. В госуниверситете открывают и другие специальности. На ПИТФАКе с этого года начнут обучать психологии управления. Оказывается, такие специалисты нужны предприятиям. На, естественно, географическом начинают готовить геодезистов и специалистов дистанционного зондирования. Они нужны на любой стройке, в карьерах и в сельском хозяйстве. Неоднократно поступали к нам просьбы присылать специалистов в горнодобывающие предприятия. Это Гидеримский карьер цементного рыбинского комбината. Это Тернистром, который разрабатывает песчаногравийные вложения на территории Приднестровья. Если человек получит наш диплом, он, я думаю, что в процессе обучения даже, в процессе прохождения производственных практик, он уже найдет себе место работы. Это высокооплачиваемая довольно-таки работа. Техникумы колледжа и вузы Приднестровья начинают приемную кампанию. В ПГУ принимать документы на поступление будут уже с понедельника. У будущих студентов еще есть немного времени, чтобы определиться, на кого идти учиться. Ирина Руснак, Андрей Овчинников, Владимир Погоня и Дмитрий Ягодкин. Отражение.